Кнопок этой трукарской машинки краналась рука одного из самых выдатных литератур в Беларуси. За ее не одну годину просадил письменник, чьи творы складают скарбницу беларуской культуры. 95-го дня с дня народжения народного письменника БССР Ивана Мележа в Гомельской областной библиотеке имя Ленина отзначили открытием уникальной экспозиции. Тут можно увидеть особистые рычи письменника, подписанные книги и фотографии с семейного архива. Практично все экспонаты передала удар установе дачка литератора Лариса Ивановна. Экспонаты довольно интересные. Например, залековая книжка студента БДУ Ивана Павловича Мележа, в которой, кроме отзнака выдатна, других отзнаков нет. Так само тут измещены и листы дородных, а так само дети писали ему кальон хворил и был в Ялте. Иван Мележ довольно часто наведлогомещен и областной библиотекой имя Ленина в приватности. Память об этих встречах дагетуль заховывает книга гоноровых гостей библиотеки. Один из записов, покинутых в 1965 году, належит имя Новита Ивану Мележу. Кожный святомый белорус беспречно вспоминает, загадывая гэта творцу выдатного мостака слова, только добрыми словами, потому что он покинул по себе соправданные высокомостацкие творы, якими натхняются, якими натхняются сегодняшние поколения по сутности и выховывают дагетуль. Усех этой рэшу выйдут в фонд литературного музея письменников-земляков. Довое формирование проступили только в конце минулого года, однако размова об створении началась еще в 2013 году. У якости экспозиционной пляцовки библиотека имя Ленина была обрана и не выпадкова. Работа по сбору уникальных предметов, связанных с житем гумельских литераторов, тут ведется давно. Однако сегодня она стала еще больше активной. Супрационники отдела краезнауста сустракаются с родными поэтам и письменникам и ведут перамовы об пополнении фондов музея. Дарышевую коллекцию складывают рэч литераторов не только минулых ста годзи, а и сучасных. Ганна Ковалева, Валерия Копанько, телерадио компания «Гумель».